МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости города и Прибайкаля на канале 360 Ангарск. С вами Альберт Домнин. Назад в будущее ангарчанки, которую в начале мая избили в собственной квартире, выписали постановление об отказе в возбуждении уголовного дела задним числом. Потерпевшая намерена искать правды в областной прокуратуре. С подробностями Ангелина Борисова. Бытовой конфликт, впоследствии переросший в криминальную историю, произошел в ночь с 6 на 7 мая. В постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела дата – 7 число. Сейчас потерпевшая пытается выяснить, почему документ подготовлен задним числом. Стоит отметить, что материал проверки по факту исчезновения ангарчанки поступил в следственное управление 8 мая. Светлана рассказала, что в ту ночь между ней и знакомым произошла ссора. Мужчина проник в квартиру женщины, через балкон избил ее и вывел на улицу под угрозами. На автомобиле ангарчанки, находясь в состоянии алкогольного опьянения и не имея водительских прав, увез женщину в Черемхово. В квартире остались несовершеннолетние дети. Мы даже не опросили. А вот откуда такие данные? Получается, когда мне выдали материал отказной, там не было упоминаний ссылок на его слов. То есть есть ссылки на все слова, на мою маму, моего сына, которого опрашивали без взрослых. То есть моего 8-летнего ребенка опрашивали без взрослых. Это никого не смутило. А простите, главного подозреваемого и человека, который был с ним вместе, то есть это было групповое, их даже не опросили. А ребенка восьмигодовалого опросили. А как вы смогли опросить? Он находился с моей мамой. В тот момент, когда опрашивался мой ребенок, опрашивалась моя мама. То есть параллельно опрашивали. И он находился без меня, без мамы. Светлану смутило, что опрос ребенка проводили без присутствия законного представителя и детского психолога. В материале постановления об отказе орган предварительного следствия пришел к выводу о том, что состав преступления в действиях мужчины отсутствует. А способ проникновения в жилище для квалификации основного состава преступления значения не имеет. Видимо, как и вождение без прав в алкогольном опьянении. Стоит отметить, что в Черемхово, куда мужчина успел увезти Светлану, он несколько раз попал в ДТП. Ангелина Борисова, Альберт Домни, новости 360, Ангарск. Выборы мэра и депутатов Думы Ангарского городского округа назначены на 13 сентября. До конца недели, со дня принятия решения, избирательная комиссия Иркутской области будет об этом уведомлена. В Ангарске увековечили память о человеке, который построил атомный комбинат и впоследствии руководил сложнейшим производством. В парке ДК «Современник» состоялось открытие памятника Виктору Федоровичу Новокшенову. В судьбе города он сыграл огромную роль. Виктор Новокшенов – человек-легенда. Он не только руководил самым мощным в то время в мире комбинатом, но также контролировал стройку и благоустройство целого жилого района. Дал жизнь Дворцу культуры «Современник» и Ледовому дворцу спорта «Ермак». Открытие памятника стало значимым событием для всех ангарчан. Над ним работал иркутский скульптор Александр Аврамов. «Человек, прожив такую жизнь, оставил целой стране, целому городу то, что заменить невозможно. Он оставил им основу, фундамент, ноги, на котором все дальше будет расти». Для реализации проекта ангарские электролизные химические комбинаты «Топливная компания ТВЭЛ» выделили 4 миллиона рублей. Муниципалитет взял на себя расходы по подготовке площадки для установки объекта и благоустройству той части парка за ДК «Современник», где установлен памятник. Монумент был отлит на Байкальском литейно-механическом заводе в Улан-Удэ. Несколько раз этот памятник смотрел, мне привозили, показывали макеты. Да, я видел, что есть вроде бы, как в моем понимании сложился образ Новокшенова, вот он так вот именно его и воплотили, вот он такой и был. Легенда, человек, народный директор, как его называют сейчас люди. И он так в памятнике и остался. Специально к открытию памятника из Москвы прилетел сын Виктора Федоровича, Виктор Викторович Новокшенов. Не пропустили столь значимое событие и ветераны электролизного комбината. Я очень волнуюсь, я даже не верю, потому что вот такие моменты и усилия, которые приложили и руководство города, и комбината, и ТВЭЛа, свершились наконец-то. Альберт Идомнин, Ангелина Борисова, новости 360 Ангарск. 90 лет со дня основания отмечает в этом году Ирниту. Эта дата значима не только для самого университета, а также для предприятий-партнеров Иркутской области в целом. Все подробности далее. Сегодня это один из флагманов образования Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, крупнейший технический вуз страны. На базе университета были подготовлены сотни тысяч специалистов для самых разных отраслей промышленности. В Прибайкале нет ни одного крупного промышленного предприятия, где бы не работали выпускники Иркутского политеха. Надо отметить, что история нашего университета тесно связана с промышленностью Иркутской области. И одной из славных страниц вот в этой истории является наше сотрудничество с Ангарской нефтехимической компанией. В 1964 году в нашем университете была организована кафедра химической технологии. И в создании этой кафедры принимал самое непосредственное участие первый директор Ангарского нефтехимического комбината Николай Иванович Ярополов. С тех пор подготовлено тысячи специалистов нашим университетом для компаний. И в настоящее время около одной тысячи специалистов как раз трудятся на Ангарской нефтехимической компании. Это наши выпускники. Многие ангарские компании сотрудничают с ВУЗом. Идет совместная работа по многим направлениям. Организация студенческих практик, научно-исследовательская работа. Свыше тысячи выпускников ВУЗа успешно трудятся в различных местах. Ежегодно более 150 студентов проходят производственную и преддипломную практику. Участвуют в научно-технической конференции молодых специалистов. Следует отметить, что практически весь руководящий состав компании – это выпускники Иркутского политеха. Начиная с генерального директора и руководителя многих значимых ключевых подразделений компании. Сотрудничество нашего университета и Ангарской нефтехимической компании развивается по самым разным направлениям. Но прежде всего это, конечно, подготовка кадров. Кафедра химической технологии обеспечивает ежегодно приток новых специалистов компании. Кафедра химической технологии Ирниту оснащена современным учебным оборудованием. Оно поступило благодаря помощи Ангарской нефтехимической компании. Университет благодарен комбинату за такую многолетнюю, ни разу не прекращающуюся за последние годы, даже в самые тяжелые годы, материальную поддержку. В виде добровольных пожертвований за последние 10 лет университет получил от компании более 15 миллионов рублей. Эти средства идут на поддержку образовательного процесса кафедры химической технологии, на новые реактивы, на комплектующие для аналитического оборудования, на поддержку образовательного процесса. Приобретенное вузом оборудование позволит качественно улучшить и усовершенствовать традиционные для кафедры исследования в области химии, а также повысит эффективность практических занятий по специальным курсам. Альберт Идомнин, Новости 360, Ангарск. Медали за заслуги в обучении вручили лучшим выпускникам школы Иркутской области в детском технопарке «Кванториум Байкал». Напомним, он работает с позапрошлого года. Итак, смотрим. В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта образования в Прибайкале создают сеть детских технопарков «Кванториум». Пока работают два, в перспективе планируют открыть еще несколько. Они сотрудничают с местными вузами и научными организациями в планах подписания соглашений с различными предприятиями. В этом году региональную медаль за заслуги в обучении получили без малого 780 человек. Это победители Олимпиад и конкурсов – активисты. Отдельные слова благодарности прозвучали в адрес педагогов, ведь успехи выпускников, в том числе, их заслуга. В ходе общения с чиновниками молодые люди получили ответы на интересующие их вопросы. Альберт Идомнин, Новости 360, Ангарск. Минобернауки открыла сервис поступления в вуз онлайн. Подать документы в 54 российских вуза можно дистанционно через портал госуслуги. Отправление заявки на поступление доступно уже сейчас. А после обнародования баллов за ЕГЭ данные будут автоматически отправлены в высшие учебные заведения. В остальные российские вузы подача документов в этом году из-за пандемии коронавируса также будет проходить онлайн через их официальные сайты. В случае, если эпидемическая обстановка в регионе позволяет, то документы можно подать лично. Если у вас есть темы для сюжетов, то звоните по телефону 54-88-07. Также напоминаем, все репортажи можно увидеть в наших группах, в Одноклассниках, ВКонтакте, Инстаграм, а также на сайте ангарс360.ру. Кроме наших новостей, найдете телепрограмму и много другой полезной информации. Это было все на сегодня. Я говорю вам до свидания, но не переключайтесь. Далее прогноз погоды не только для ангарчан, но и жителей других городов Прибайкаля. Далее прогноз погоды не только для ангарчан, но и жителей других городов Прибайкаля. Немного похолодает до плюс 11 градусов по Цельсию. Ветер юго-восточный 2-4 метра в секунду. А теперь о погоде в Ангарске. В пятницу солнечно, днем 30 градусов выше нуля. Температура ночью плюс 15. Ветер юго-восточный 1-3 метра в секунду. Атмосферное давление 716 миллиметров ртутного столба. И на этом у меня все. Смотрите метеопрогноз на канале 360 Ангарская. Желаю вам отличного настроения в любую погоду.